Привет! Вам останется только подобрать горячее, и праздничный стол будет полностью готов. Я в этом видео подобрала для вас легкие, вкусные, интересные закуски без вреда для фигуры. И даже КБЖУ посчитала. Так что скорее берите блокнот и записывайте. Итак, брускетта с сыром бри и джемом. Восхитительная и очень быстрая в приготовлении закуска. К шампанскому самое оно. 5 минут и готово. Миндаль подсушиваем на сухой сковороде. Багет нарезаем ломтиками толщиной 1 см. Смазываем с двух сторон сливочным маслом, кладем на пергамент. И отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 7-9 минут. Миндаль порубите не очень мелко. Можно использовать миндальные лепестки, но мне больше нравится с хрустящими кусочками ореха. Сыр бри нарезаем треугольничками. Для брускетт используем джем или мед. У меня инжирный джем-соус, специальный для сыра, но будет очень вкусно с клюквенным или брусничным джемом. Более кислым. Плюс они будут красивее смотреться за счет яркого цвета. Смазываем джемом брускетты, выкладываем сыр. Посыпаем миндалем и сразу подаем к столу. Это безумно вкусно! Следующая закуска мини-поке в корзинке. Красиво, вкусно, питательно и полезно. Можно подавать его, конечно, в готовых тарталетках, но в таком случае используйте вафельные, более тонкие. А можно приложить чуть больше усилий и самостоятельно сделать вот такие или еще красивее корзинки из лаваша. Для этого нарежьте лаваш квадратами со стороной примерно 12 см. Уложите их в смазанные маслом формочки для кексов и немного вдавите. Вовнутрь насыпьте фасоль или нут для утяжеления. Края можно подрезать для придания формы, так как вам нравится, звездочками или цветочками. И отправляйте корзиночки в разогретую до 200 градусов духовку на 8 минут. В это время нарежьте красную рыбу, семгу, форель, киту, горбушу. У меня, собственно, ручно засоленная горбуша. Кстати, та, из которой я икру вытащила в предыдущем ролике. Затем очищаем и нарезаем кубиками авокадо. Обязательно сбрызните лимонным соком, чтобы он как можно дольше не потемнел. Выкладываем в миску рыбу, авокадо, зеленый лук, консервированную кукурузу, немного цедры лимона, солим, перемешиваем и добавляем растительное масло и соевый соус. Корзинки достаем из духовки. Достаем из них фасоль, остужаем и наполняем их. Украшаем мелко нарезанным зеленым луком и посыпаем кунжутом. Красота! Быстро и очень вкусно! А самодельные корзинки придают закуске немного аутентичности, что ли. Дальше у нас очень необычная закуска. Мусс из авокадо с икрой и зеленью, с креветками или с карамелизированными орехами. Очень нежно и необычно. Авокадо очищаем, нарезаем на кубики и отправляем в чашу блендера. Добавляем лимонный сок, соль и перец. И перебиваем до вот такой однородной структуры. Далее перекладываем мусс в бокалы. Я рекомендую использовать небольшие рюмки, так закуска выходит примерно на 2-3 чайные ложки. И выкладываем на мусс икру по вкусу. Украшаем зеленью и подаем. Такая закуска на столе смотрится очень празднично. Она вкусная и готовится быстро. Эту икру я не покупала, а засолила сама. Оставлю в описании ссылку на мой проверенный уже много раз рецепт засолки икры горбуши или форели. Вместо икры можно положить ломтик красной рыбы, обжаренные с чесночком креветки. Посмотрите, как красиво! А можно сделать десертный вариант. Моя дочь его очень любит. Карамелизированные орешки. Для этого растопим на сковороде коричневый сахар, постоянно помешивая. Добавим в него грецкие орехи. Перемешаем, чтобы сироп покрыл их. Выложим на пергамент, дадим остыть и готово! Далее у нас вяленое мясо на хрустящем батате. Или просто на хрустящей картошке. Так как можно использовать батат, сладковатый картофель, но если вы не любите его, то смело берите обыкновенную картошку. С ней получается не менее вкусно. Для мужа я делаю именно на обыкновенном картофеле, так как он не любит батат. Картофель необходимо хорошо вымыть со щеткой. И не срезая кожуру, нарезать на ломтики толщиной 1 см. Добавить специи, соль и растительное масло. Перемешать. Затем нужно выложить ломтики на пергамент и выпекать в разогретой до 200 градусов духовке примерно 30 минут, пока картофель не станет хрустящим. Пока картофель запекается, мелко нарежьте чеснок и зелень и перемешайте их с творожным сыром. Вяленое мясо нарежьте тонкими полосками. Как вялить куриное филе, я показываю в ролике по ссылке в описании. Переходите и готовьте дома самостоятельно. Кружки картофеля достаем из духовки, выкладываем на блюдо. На них выкладываем сырную массу. Полоски вяленого мяса скручиваем и выкладываем сверху. Украшаем зеленью и получаем очень насыщенную по вкусу, сытную и интересную закуску. Далее у нас зоша-оливье. Легкий, без картофеля, с оливковой заправкой. Зеленый горошек залейте кипятком и оставьте на 15 минут. Затем откиньте на сито. Редис нарежьте кубиками. Также огурец. И отварные яйца. Филе куриное или индейки необходимо заранее отварить или запечь. Я обычно мариную 30 минут в соли и специях и запекаю в духовке в пергаменте 30 минут. И также нарезаем его кубиками. Авокадо очищаем и тоже режем на кубики. Не забудьте полить лимонным соком, чтобы не потемнело. Смешиваем все ингредиенты и готовим заправку. Желтки сваренных с мяткой яиц, оливковое масло, немного соли, дижонская горчица и лимонный сок. Все перемешиваем. Выкладываем в сервировочную посуду и даем немного настояться в холодильнике. Ну а дальше у нас просто бомбическая закуска. Это очень вкусно и необычно. Фантазия на тему селедки под шубой. Берем сливки жирностью 30-33%. Добавляем желатин, перемешиваем и разогреваем до полного растворения желатина, постоянно помешивая. Добавляем сливочное масло, перемешиваем снова и даем остыть. Затем в чашу блендера кладем селедку и добавляем сливки с желатином и маслом. Добавьте перец и измельчите в однородную массу. Поставьте в холодильник на 3 часа. Свеклу помойте и отварите или запеките в духовке в течение часа при 200 градусах. Обдайте холодной водой, очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Затем на свекольных кружках нужно сделать надрезы до середины. Потом берем тонкие хлебцы или нарезаем тонкими ломтиками бородинский хлеб и подсушиваем его. Можно на сковороде, либо в духовке. Мне больше нравится вот на таких хлебцах. А дальше у меня все пошло не по плану, но при съемке этого рецепта я очень торопилась. У меня был самолет через пару часов и времени переснять, к сожалению, у меня не осталось. Еще я забыла купить красивую насадку для выкладки мусса, поэтому выглядит все не так, как мне хотелось. Но поверьте, что на вкус это просто улетная закуска. Я в описании к видео оставлю подробный рецепт с пошаговым приготовлением, полным описанием. Попробуйте эту закуску обязательно. Главное, посмотрите, как складывать свеклу в такие фунтики, чтобы в них уложить следочный мусс. Немного мусса на хлебец, затем фунтик или креслица из свеклы, потом мусс и украшаем зеленью. К праздничному столу я обязательно повторю эту закуску и вам советую. Я поздравляю вас с наступающими праздниками, легкости, взаимопонимания и мира в ваш дом. Будьте здоровы и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok